Пром с огромным уважением относится к работе по сохранению культурно-исторического наследия нашей страны и нашего города. И мы рады быть причастными к деятельности Государственного музея-заповедника Петербург. Наше сотрудничество, наше партнерство и теплая дружба начались в далеком 2007 году, когда компания начала оказывать финансовую помощь по реставрации китайского дворца, который входит в состав дворцово-паркового ансамбля «Ароненбаум». Благодаря плодотворной работе к юбилею, 250-летнему юбилею дворца в 2017 году, значимая часть реставрационных работ была завершена, что позволило Петергофу встретить этот достойный юбилей с огромным, с позитивным результатом. Отмечу, что несмотря на то, что реставрационные работы продолжаются и будут продолжаться еще до 2023 года, уже сегодня мы осознаем, что в скором времени все мы сможем увидеть Китайский дворец в том великолепном виде, который он был при его создании. Сегодня, можно сказать, мы расширяем горизонты нашего сотрудничества и дарим посетителям парка Александрии новый элемент, который позволит посмотреть, как это было в прошлом. Я очень горд, как житель Санкт-Петербурга, участвовать сегодня в открытии монумента Петра Великого. Человеку величайшего масштаба, который открыл миру и Россию, и Петербург. И я очень рад, что посетители парка смогут увидеть это произведение искусства. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников музея-збоведника Петергоф, команду высококвалифицированных специалистов, усилиями которых происходит работа по сохранению и воссозданию. Поведника Петергоф. Как всегда, безопасность наших посетителей и работников остается приоритетом. Что же? Про приоритет безопасности послушаем, будем дальше. Чтобы обеспечить план безопасности в музеевских парках с учетом распространения коронавирусной инспекции, кодеку-збоведника Петербурга. Такую речь испортила, Георгий Анатольевич. ...сайдные дистанции в метро на всей территории парка. Пожалуйста, используйте защитные маски и одноразовые корчатки в течение всего летит. Так, для вас вы установили парки безопасности. Как я уже сказал про высокий профессионализм сотрудников Государственного музея-заповедника Петергоф, они относятся ко всем своим задачам с высокой степенью ответственности, в том числе и к вопросам развлечения безопасности посетителей. Пожелаем дальнейших творческих успехов на ниве сохранения культурной, исторических ценностей Петергофа. Тепла вам и уюта. Спасибо, Георгий Анатольевич, спасибо. Передайте нашу благодарность вашим коллегам Алексею Борисовичу. А теперь Борис Павлович Игдалов. Человек, который для Петербурга делал много, возвратил нам янтарную комнату, возвратил нам агатовые комнаты, и сейчас возвратил нам памятник Петру Великому. Борис Павлович. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я с огромным удовольствием хочу поздравить вас с праздником, вас здесь присутствующих, и, конечно, всех жителей нашего города. А для нас, для реставраторов, это вообще особенный праздник, потому что мы всегда бываем рады, мы всегда бываем счастливы, когда что-то удается восстановить, что-то возвращается к жизни, что-то встает на свои места, и, конечно, мы всегда этому очень рады. Я большей благодарностью, конечно, хочу выразить господам, которые стоят рядом со мной, потому что без их участия, конечно, все бы это было невозможно. И очень радует сегодня, что в довольно сложный период нашей жизни, в условиях пандемии, жизнь продолжается, что-то происходит, открываются новые произведения искусства, Петергофт превращается вообще вот в то место, которое когда-то было. Идет постоянная работа, это очень приятно. Еще раз с праздником, дорогие господа, всего вам хорошего. Спасибо, Борис Павлович. У нас впереди еще достаточно большая программа, мы с вами отправимся в Нижний парк, где мы сегодня в первый раз в этом сезоне Самсон вот забьет торжественно прилюдно, потому что дважды в День Победы и в День Рождения Петра Великого мы включали его в пустом парке. Ну, наверное, мы сейчас... Машу, да?